Эчкидаг, Козья гора, Атутская легенда Али, красавец Али, тебя еще помнит наша деревня И рассказ о тебе, передаваясь из уст в уста, дошел до дней, когда Яйла услышала гудок автомобиля И выше ее гор, сильнее птицы, взвился бесстрашный человек Не знаю, перегнал ли бы ты их на своем скакуне, но ты мог бы скорее загнать любого любимого коня и погубить себя, чем поступить со славой первого джигита Быстрее ветра носил горный конь своего хозяина и завидовал Атутская молодежь, глядя, как горцевал Али Сверкая блестящим набором и как без промаха бил он любую птицу на лету Недаром считался Али первым стрелком на всю долину и никогда не возвращался домой с пустой сумой Трепетали дикие козы, когда на вершинах Эчкидага из-за неприступных скал появлялся Али с карабином на плече Только ни разу не тронула рука благородного охотника Газели, которая кормила дитя Ибо благородство Али касалось не только человека И вот как-то, когда в горах заблеяли молодые козочки, зашел Али в саклю Урмея Урмея, молодая вдова, уснащавшая себя пряным лишь для него одного, требовал за это, что он беспрекословно исполнял все ее причуды Она лукаво посмотрела на Али, как делала всегда, когда хотела попросить что-нибудь исключительное Принеси мне завтра караджа Нельзя, не время бить коз Только что начали кормить Ведь знаешь, заметил Али, удивившись в странной просьбе А я хочу Для меня мог бы сделать Не могу Ну только уходи О чем разговаривать Пожал плечами Али Не ожидал этого Повернулся к двери Глупая баба Глупый, зачем ходишь? Сеид Мемет не говорит так Не принесешь ты, принесешь другой А карадж будет Как знаешь Вернулся Али домой Прилег и задумался В лесу рокотал соловей В виноградниках звенели цикады По небу бегали одна к другой В гости яркие звезды Никто не спал Не мог уснуть и Али Клял урмея Знал, что дурной Неладный она человек А тянула к ней Тянула, как пчелу На сладкий цветок Не ты принесешь Не ты принесешь другой Неправда Никто не принесет раньше Али поднялся Начинало светать Розовая заря Ласкала землю Первым поцелуем Али ушел в горы Познакомый ему Прямой тропе Близко Эчкидаг Уже вскарабкался Ловкий охотник На одну из его вершин У другой Теперь много диких коз Караджа Нужно пройти Хулах Ярнынь Ухо земли Так наши татары Называют Провал между двумя вершинами Эчкидага Глубокий провал С откосной Подземной пещерой Конца которой Никто не знает Говорят Доходит пещерная щель До самого сердца земли Будто хочет земля Знать Что на ней делается Лучше ли живут люди Чем прежде Или по прежнему Вздорят Жадничают Убивают И себя И других Подошел Али К провалу И увидел Старого Старого Старика С длинной Белой бородой Такой длинный Что конец Уходил в провал Здравствуй Али Я кликнул старик Что так рано Козу стрелять пришел Так нужно Все равно Не убьешь ничего Подошел Ближе Али Исчез в провале Старик Ты кто будешь Не ответил Только оборвавшийся Камень В провале В провал побежали Слушал Слушал Али И не мог услышать Где они остановились Оглянулся на гору Стоит стройная коза На него смотрит Уши наставила Прицелился Али И вдруг видит Что у козы Кто-то сидит И доит ее Какая-то женщина Будто знакомая Точно покойная Его сестра Опустил быстро Карабин Протер глаза Коза стоит на месте Никого Опы для нее нет Прицелился вновь И опять у козы Женщина Оглянулся даже Оглянулась даже На Али Побледнел Али Узнал мать Такой Какой помнил ее В детстве Покачала на него Головой мать Опустил Али Карабин А на Ле Матушка родная Пронеслась Пронеслась Которая 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 Любил И баловал Али Как свою Дочь Задрожал Али Похолодел Весь Чуть не Убил Маленькую Урме Обезумел От ужаса Упал на землю И долго Лежал Не помнит Потом С тех пор Исчез Из деревни Али Подумали Что упал Со скалы И убился Долго Искали Не нашли Тогда Решили Что попал Он В хулах Ярны И нечего Больше Искать Так Прошло Много Лет Али Его Урме Стала Дряхлой Старухой У маленькой Урме Родились Дети И внуки Сошли В могилу Сверстники Джигит И Народившиеся Поколения Знали О нем Только То Что дошло До них Из уст Отцов И где Было Столько Правды Сколько И народного Домысла И вот Раз Вернулся В деревню Хаджи Асан Столетний Старик Долгое Время Остававшийся В священной Мекке Много Рассказал Своим Асан Много Чудесного Но Чудеснее Всего Было Что Асан Сам Своими Глазами Увидел И узнал Али В Стамбуле В монастыре Дервишей Много Франков И весь Пашалык Забило Домбала Заиграли Флейты И закружились В экстазе Священные Пляски Молитвы Святые Монахи Но Бешен Не всех Кружился Один Старик Как Горный Вихрь Мелькал В глазах Восторженных Зрителей Унося Мысли Их От Земных Помыслов Но силой Всего Своего Существа Отдававшийся Страсти Своего Духа Али Воскликнула Сан И оглянившись На него Остановившись На мгновение Дервиш Снова Бешеным Порывом Ушел В экстаз Молитвы Пояснение Крымской Легенде Эчкидаг Козья Гора Легенду Сообщил Атурский Татарин Абляким Амитаглы Гора Эчкидаг Поднимающаяся На высоту 2100 фунтов Отделяет Атурскую Долину От Козькой По склону Эчкидага Идет на протяжении Пятиверст Шоссе Изатуза К Судакум Татары Говорят Что у вершины Горы Действительно Существовал Провал Безна Который Они называют Ухом Земли Хулах Иерныни В лесу Которым Покрыты Склоны Эчкидага Еще недавно Охотники Били Диких Коз Караджа В моем Детстве В 60-х Годах Речь идет О 19 Веке Дикая Коза Продавалась В изобилии На феодосийском Рынке А в 30-х Годах По словам Стариков Эта дичь Ценилась Не дороже 75 копеек За штуку Ткна Красная Краска Которой Татарки По обряду Покрывают Волосы И пальцы Рук и ног Под именем Франков Турки Разумеет Вообще Иностранцев Пашалык Генералитет Монашеский Орден Дервишей Нищих Особенно Чтим Крымскими Татарами Они Считают Дервиши Святыми Имеющими Власть Изгонять Недуг Из больных Во время Молитвы Которые Сопровождаются Вскрикиваниями Бог Все Движит Гуго Дервиши Начинают Вертеться Причем Постепенно Учищая Темп Движения Доходят До экстаза В России Служение Дервишей Происходит В одной Только Бахчисарайской Мечети Думбало Огромный Барабан В который Бьют С обоих Сторон Легким Деревянным Молотком Сверху И тросточкой Снизу Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует...